Привет, друзья! Ну вот у нас и октябрь начался. 1 октября сегодня, представляете? Как быстро месяц пролетел. Матвей проснулся, мы с ним даже уроки уже поделали. Сделали родной русский. Какие-то древнеславянские слова писал. Потом, что мы еще делали? Английский сделали. По физкультуре тоже большущая контрольная. На 25 вопросов про баскетбол. Я просто в шоке. Там очень много искать и очень много писать. Так что надо будет весь день заниматься. Я сейчас на работу уйду. И на стрельбу идите. Так что, Матвей, сегодня некогда болтаться. Будешь работать. Нет, не. Играть ты будешь. Сначала уроки сделаешь. Так. Дед сегодня у нас что сделал? Успел уже. Корову нарезал. Так. И сделал, шпингалет подрегулировал, да? Так. Приготовил уже цепочки. Хочет крепить кормушку корове. Ты что делаешь, Фима? Не надо цепочкой баловаться. Запутаешь денег не на том месте. Кормушки гоняют по всей конюшке. Ну, опять на городе. А конюшки у нас называют потому, что на Урале, когда держали лошадей, называли конюшню. А сейчас в Нашиде никто не держит, а название конюшни все равно осталось. Ну. Да? Поэтому ты и называешь конюшню. Кто-то говорит стайка. Ну, стайка это для курей, считаю я. Это что-то ненадежное. Ну, урале конюшни, это, знаешь, коровник. Ну. А в Казахстане стайка была. Для коров? Да. Ну, правильно, потому что это халабутка была, чисто из доски сколоченная, правильно? Нет, это из бревенка, она теплая, да. И все равно стайка. Стайка была, да. Ну, вот видишь, везде по-своему принято. Не знаю, у меня стайка рождает такое впечатление, что это что-то ненадежное, чисто это... Стая коров, да? Стая коров тоже как-то не то. Я говорю, стайка это, по-моему, для курей. Эту конюшню называют пищником, соседнюю с финарником, а эту коровником. Эту коровником я не зову, мне не нравится слово коровник. Конюшня лучше. Ха-ха-ха-ха. Так, ты кашу есть будешь? Или как мальчик сел на мое место? Будешь кашу есть? Если есть, то бери мою. Если будешь, ну ладно, тогда я сюда сяду. Сегодня кашу Манна, бабушка, нам сварила. Не, я не буду сейчас сосиски жарить, мне уже некогда, уже девич. Пусть, пустим. Ой. Три найтик. И куятник. Куятник? И утятник. И утятник. Все, в общем, разобрались со всеми словами. Пошли дела делать. Сейчас сядем завтракать. Поехали. Да. Я уже наделся. Фадей пиццу Ефимки купил. Пловчик Ефима сейчас поел. Фадей тоже доедает за Ефимом плов. Ну, ладно, ешь тут, ешь. Он вкусный. Он маленько поклевал с молоком и все. И тоже пиццу умудрились купить. Они когда-то хлебом сейчас заезжали. Так. Не то сфоткал. Не то сфоткал расписание. Ну, как-то так. Какие сегодня оценки я получила? Расскажи нам хоть. Три пятерки? Так. Почему тебе поставили пятерки? Потому что. Ну, я спрашиваю, по каким предметам. Ну, рассказывай, Фадей. Плов. Плов ешь. Ну, ладно, тогда я расскажу. Он же залетает, он мне сразу рассказывает. Это еще я так его. Хочу, чтобы он поговорил маленько. Вот. Но он получил, в общем, за нашу макет клетки аж сразу сколько? Две пятерки получил. Представляете? Сказали прямо, прямо идеальный макет. Вот так, говорю. Главное фантазию проявить, да? Она из мыла, наверное, никогда не видела клеток. Да, Фадей? А остальные из чего сделали макеты, слушай? Из пластилина. Из пластилина просто. Она спросила, почему такой тяжелый макет у тебя? Или она не спрашивала, из чего он сделал? Не спрашивала. Не спрашивала? Или сама догадалась? Да? Ну, ладно. Еще получил пятерку по математике домашней, да? Ладно, не будем им мешать. В общем, ему есть. Сейчас я сама тоже сяду и поем. Жир занесли. Видите, бутыль, которую мы делали, комбижир из говяжьего. Не понимаю, но не то сфоткал, но не знаю, что. Ну, сейчас тебе перешлю, что ты, ты же попросил ребят. Мне один урок нужен. Ну? Ну, я знаю, что русский, английский, математика, вот это точно. Ну? Ну? А что ты основное знаешь? По математике записал ведь номера. Сочинение какое? На какую тему надо писать? Просуществительное приложение. Это что, сочинение должно быть такое? Да. Просуществительное? Да. Сочинение просуществительное? Ну, это просто как бы отчет написать, что оно служит чему, да? Угу. Ну, это ерунда. Я то думал, настоящее сочинение. В общем, все понятно, да? Жир будем разливать сейчас вот по этим баночкам. А потом удобно из маленькой баночки брать и жарить на нем. Вот так вот. Ну, вот плов еще и мне оставили, пацаны. Вот так мы едим. Что повкуснее выбираем, да? Раскупил пиццу, все, он пошел с пиццей. Чуть-чуть плову поклевал. Баба старалась, старалась. Баба сегодня у нас вообще так постаралась. И плов-то сделала. Вот целую пуз пазана. И борщ сварила, потому что Фадей вчера просил борщ. В общем, все есть. Только ешь. А они все равно покупают повкуснее пиццу и едят пиццу. Матвей в школу ушел у нас. А у него сегодня... Что у него сегодня, господи? Математики две. И еще потом написали, что еще и английский будет. В итоге два урока математики и английский. Вот скажите, если они на карантине, почему они ходят в школу? Я не понимаю. Ну, хоть бы уж тогда, я не знаю, не обманывали бы. Сказали бы, мест нету в связи с вот этой ситуацией, видимо, по классам, то, что все сидят, мест не хватает, классов не хватает. Ну, так бы и сказали. А то сказали, что мы на карантин задимся. Мы не весь что думаем. А так я понимаю, что никакого там карантина нет. Просто классов не хватает. И наш класс решили на дистанционку высадить. Вот и все. Но при этом, когда окошки появляются, их приглашают. Якобы на консультации по математике. Вот сегодня вот будет аж и по алгебре, и по геометрии, и по английскому. А завтра написали прийти всем на стадион, сдавать нормативы по физкультуре Матвея. Короче, ходит он в школу все равно каждый день, только не в полном объеме. Вот такая ерунда. Ничего понять не можем. Ну, ладно. Тут еще другие маленькие новости неприятные. Алеша сейчас принес с работы. В общем, я вам рассказывал, что у него зам заболел коронавирусом. Вот когда-то, еще месяц назад, да. Потом вот у этого зама заболел брат и заболел отец тоже коронавирусом. Так вот сегодня Алеша пришел и сказал, что отец у него умер. Вот такая вот печальная новость. В общем, все-таки пожилые люди, это очень опасный для них вирус. Они много, большая смертность, видите как. То есть как бы вот, уже так вот близко все это рядом. Такие вот связи уже. Люди, в общем, пожилые умирают. А ему 69 лет было. Умер мужчина. Там же 24-й больница, куда вот мы бабушку возили. У него, по-моему, тоже два раза обращался. Сначала ему делали тест, был отрицательный. Потом тест второй показал, что положительно. Вот. И уже, ну как бы сколько там у него было. 30 или 40 ли процентов легких было. В общем, положили его сразу в 24-ю. Ну вот, сегодня пришла такая новость, что он умер. Сколько вот он пролежал, что-то две недели, видимо, боролись за него там. Это одна плохая новость. Еще плохая новость у них на работе. Женщина, администратор в бассейне. Ну, в общем, у нее случился сегодня утром пожар в доме. Дом был родителей ее пожилых. То есть, в том году у нее мать умерла. В этом году в феврале умер отец. И дом остался пустовать. И вот она стала переезжать в этот дом. Все вещи перевезла. Как раз вчера только она перевезла последние остатки вещей из квартиры, в которой она жила. Ну, то есть, полностью переехала вот в этот дом. И сегодня утром произошло возгорание, короткое замыкание. Я даже не знаю, почему она не заметила или что. Вот. Ну, в общем, сгорели все вещи. Даже документы. Она просто не смогла. Она стала, попыталась выносить, видимо, самое дорогое что-то. Но документы, видимо, так и не добралась до них. У нее загорелись волосы. И, в общем, она ничего не достала. Даже документы не достала. В общем, остался человек. Ну, ладно, хоть квартира эта есть, да. То есть, которая куда можно сейчас хотя бы... Хоть крыша над головой все равно, конечно, осталась. Конечно, я не знаю. Может, она ее продала. Я потом уже узнаю. Валюша его не видела. Я работала весь обед, пока он обедал. Поэтому он бабушке рассказывал. Но я думаю, квартиру она еще не успела продать. Поэтому, наверное, в квартире в этой останется. Но вещи, все это документы восстанавливают. Это, конечно, ужас, 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 ужас. Вот так вот бывает. Такие вот новости сегодня. Хоть и не это, но неприятно, да. Это все переживаешь. Хоть и чужие люди все равно как-то это все трогает. Ладно, в общем, друзья. Буду я сейчас пловчик доедать. Да мне к двум уже опять идти на работу. Пойду на работу до пяти уже. Фима у нас. Поел пловчик? Сейчас что будешь делать, хомячок? Ну, буду попью воду. Воды попьешь? Ну, давай, иди попей воды. У него планов немного. Не такой громадил, как у меня. Вот. Ну, ладно, в общем. Буду есть. Так, в общем, у нас вечерок начался. Видите, солнышко уже садится. Прям-таки тень в огороде стала. Все раньше и раньше, слушай, солнце начинает садиться. Это же вообще... Ну, скоро в четыре часа будет темно уже. Завтра последний теплый денек. Да? А там температура... Субботу еще. Ну, в субботу может. А там температура в выходные уже... Что, мы не успеем на теплое поле еще раз съездить? Кстати, теплое поле там опять все засыпали, перекопали. В смысле, так засыпали или перекопали, ты определись. Вот где мы там приезжали, сейчас там горы. Специально навалили горы? Что там, ну? Сволочки какие. Свою вещь, а тут дорогу всегда найдешь. Ну, я думаю, да, люди уже протопчут до субботы. Через 100, когда вы проедете. Так, ну, в общем, мы с бабушкой едим борщ. Да. Вот. А Леша ест пловчик. Пловчик сегодня особо вкусный, потому что диетический. Хорошо усваивается, потому что на индюшатине он. Нежирный, в общем, да, Леша? Поэтому он, Леша, особенно понравился. Вот такое у меня украшение сегодня появилось. Да, да. Ой, кто-то звонит. Матвей у нас опять гулять поехал куда-то. Стасик звонит тут ему. Вот. С Фадеем пойдем еще уроки делать. Он еще ничего не начинал даже. Меня все ждет, когда мы пойдем с ним сочинение писать. Вот такие вот дела. Да что такое-то? Разрывается прям телефон. Что, с майонезом решили? Мне не надо майонез, я не люблю. Я сметану лучше положу. Сметану вкуснее. Чуть шестьдесят пять не дало, случайно. Ай, что-то у меня уже все. Восьмого? Восьмого. Что он сказал? А что это будет? Это же четверг. Подожди. Это же четверг восьмой. Нет, это выходной. Мы в Тагилу едем. Как выходной? Восьмого октября? Вы же ноября. А, нет, ноября мы едем. Вот я говорю, ты не путай программу. Это уже, получается, восьмой. Так это же четверг. Да. В четверг он у вас? Не домой мы едем. Они нас на десятое в ресторан приносили. Ну? Ну, мне сложновато ходить там по вторым этажам. На свете уже не ресторан. Да как ты знаешь, коронавирус и в свете нынешних событий там столько народу будет. Зачем это надо в толпу народа? Уж так, если съездите, и все. А мы едем просто к ним домой, ночуем там у них, отметим маленькие, и все. С ночевкой, в общем, уезжаете, да? Да. Ладно. Жалко, вас не пригласили, да? Нет, ну, может быть, нам что-то или мы привезут. Да ладно, че ж мы. Сами себе приготовим что-нибудь. Ай, ладно. Ну, че, хоть развлечетесь, съездите. И то вперед, ага. Это все тоже дома до дома. Да. Ладно, будем тогда садиться. А то сейчас у меня суп остынет, пока я тут снимаю. Так что я... Пошла ей есть. Ну вот, друзья, в общем, весь вечер посвятили мы урокам. Вот уже 9 часов доходит. Только сейчас закончили. Писали два сочинения. И по-английскому писали, и по-русскому писали. Причем по-русскому такое странное было сочинение. Роль существительного в речи. Причем надо было рассуждение написать. В общем, кто только придумывает такое, я не знаю. Вот, потом делали рисунок мы по географии, ну, общими усилиями нарисовали. Маленько он поразукрашивал, потом, правда, бросил. Пришлось дорисовывать. Вот. Черепаху. Это, в общем, знаете, что им по географии задали? Нарисовать, значит, задали, как древние люди представляли себе землю. Так вот, что на черепахе эти слоны стояли, и они держали землю, и там была еще гора какая-то посередине. В общем, описание написано в учебнике, и по этому описанию надо было... Что-то у меня слон-то какой-то тут. Не держит. Средний слон не держит. Смотрите, землю. Сейчас дорисовать надо. Ой, ну, вообще. Устали, честно говоря. Весь вечер просидели, и ребятишки устали, но... Потом пошла с Матвеем, посмотрела, чего он там по алгебре, ему по геометрии задали, и завтра опять у них алгебра и геометрия, они идут аж к 10 утра, ничего не понимаем. То ли кабинетов не хватает, видимо, не хватает, потому что их раз к 10 утра, они так-то со второй смены учатся, видимо, ищут окошки, где есть окошки, когда учитель свободен, в общем, завтра опять у них математика, а после математики пойдут сдавать нормативы еще по физкультуре. В общем, так вот. Как-то так. Все уроки и уроки у нас, поэтому сейчас сложно даже что-то снять-то такое интересное вам, потому что мы заняты. В общем, мы заняты. Как мы могем, так снимаем. Вот. Ну и все. Сейчас уже пришла сюда, потому что мы сейчас будем скачивать это видео и будем монтировать, как вы понимаете. Больше никаких новостей, пожалуй, сегодня и нет. Все. Поэтому до завтра, друзья. Всем всего доброго. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok